На российских миротворцев, несущих службу в зоне конфликта, сейчас возложена важная и очень опасная миссия. Они уничтожают неразорвавшиеся снаряды. Только за последние дни саперам далось обезвредить несколько сотен мин и фугасов. Наш специальный корреспондент в Южной Осетии Арсений Гончуков вместе с миротворцами участвовал в разминировании. Тут, скорее всего, была артиллерийская позиция именно вот этих Д-30-х. Потому что, посмотрите, снаряды выложены на грунт. То есть, их специально выкладывают из ящиков на грунт, чтобы проводить стрельбу. Маркировка на английском языке. Значит, 122-D-30. Это, скорее всего, 122-миллиметровая гаубица D-30, но болгарского производства. Болгарского производства. Видимо, еще то, что осталось от Варшавского договора. Инженерно-саперный взвод на месте приступает к своей тщательной работе. В день таких точек несколько. В спешке отступающая грузинская армия побросала на этих полях вилки, бутылки и тысячи снарядов. Сегодня это позиция тяжелых гаубиц D-30. Небольшое селение Мугут в Южной Осетии. Здесь Южная Осетия, там уже Грузия. Это приграничный район. Именно здесь, на этой площадке, и стояла батарея 122-миллиметровых орудий, тяжелых гаубиц. Вот арсенал, который оставили грузинские войска. Эти снаряды полностью укомплектованы. Это заводской взрыватель, колпачок предохранителя. Сейчас саперам остается только их вот так вот по одному собирать и вручную укладывать по 10 штук. Если взорвать все сразу, взрыв может быть слишком сильным и выйти из-под контроля. Я вам принес еще один небольшой вклад. Можно? Вот так вот. А это что вы сейчас делаете? Вкладные заряды для уничтожения. Тротиловые шашки, да, вот так вот? Вот. Тротиловые шашки. Тротиловыми шашками перекладывают снаряды, да? Вот так вот. Потом пойдет провод. И буквально через несколько минут оружие будет уничтожено. В это же время выставляется оцепление. Война так тесно переплелась здесь с мирной жизнью, что бывают и курьезы в виде грузинского стада коров. Прямо на этом минном поле. Глядя на весь этот арсенал, можно представить, сколько оружия здесь было. Но и понятно по тому, что осталось, эти снаряды не долетели до Южной Осетии. Большому счастью. Ну а вот здесь вот все было готово для того, чтобы заряжать эти снаряды. Это порох для зарядки, а это неиспользованные взрыватели. В разложенные тротиловые шашки монтируют взрыватели. На 800 метров тянут провода. Первая закладка на уничтожение 5 рядов по 10 фугасов. Это 200 килограммов тротила. Так получилось, что этот взрыв видела только наша камера. Всех остальных по понятным причинам отвели в безопасное расстояние. Осколки разлетаются очень далеко. Саперы сработали на отлично, но они говорят, оборщаться еще очень рано. Подобных бывших плацдармов грузинской армии в окрестностях Цхинвала очень много. И эхо войны еще долго будет звучать. Арсений Кочуков, Альгис Микульскинский канал «Звезда», Южная Осетия.